Доброе утро! У меня утро, а у вас? Ну, кто в прямом эфире будет, у того тоже будет утро, однозначно. Ну, а для всех остальных, кто посмотрит это видео в записи, это будет доброе время суток. Да, все время спрашивают меня, что такое, когда я еду, отъезжаю от дома, чуть у меня башка мотается в стороны разные. Дело в том, что я так отъезжаю от своего дома, живу я в деревне на горе, вот, и такая вот у меня дорога. Она грунтовая, гравийная, и вот, вот, начинается. И маленький тут участок, мне надо проехать, хоть и по крепкой дороге, но по ямкам. И вот, поэтому так у меня голова и мотается в разные стороны, потому что мотается машина. Ну, сейчас я выйду на ровную трассу, на ровную дорогу, и все будет нормально. Вот, о процессе или результате. О чем? В какой сфере? Опять же, о сфере боевых искусств я буду говорить, потому что эта тема мне наиболее близка. Хотя, конечно, все то, о чем я буду рассказывать, оно свойственно любых абсолютно направлений в жизни. Но, вот, я это привязываю прежде всего к боевым искусствам. Мы никогда не поймем друг друга. Имеется в виду, мы это кто? Это две группы людей, которые делятся по такому признаку, что одни считают, что в освоении боевых искусств очень важен непосредственно процесс. То есть, именно в движении по пути, вот, по такому вот именно достижению цели. Опять же, видите, мы говорим все-таки о цели. То есть, на пути к достижению цели. Но, тем не менее, они говорят, путь важен, путь. Мы должны двигаться по пути, и вот само это движение, оно является, в общем-то, даже, наверное, конечной целью. И не важно, какой будет результат, но это само по себе делает человека лучше. То есть, он развивается. А это уже хорошо. Но, знаете, честно говоря, мне это напоминает такую ситуацию, когда говорят, это пускай занимаются, лишь бы не курили. Или, там, пускай занимаются, главное, чтобы человек хороший был. Это не важно. Занимается вот человек, там, 20 лет или 25 искусственными боями. Ничего не добился, ходит в зал. Вот, но, понимаете, это, нету ни результата, ничего. Но, ничего, главное, чтобы хороший человек был. Главное, чтобы не курили. Он занимается. Знаете, на самом деле, имеет право на жизнь, так и не точка зрения. Если вот такая вот цель, ходить в зал и быть приобщенным к некой категории людей, иметь вот такое хобби, чтобы прийти и помахать руками, ногами три раза за неделю по два часа, а может и пореже, но чувствовать себя приобщенным к некой группе людей, чувствовать себя в тусовке в определенной, иметь этот вот эгрегор, который аформируется вот этой категорией, опять же, людей и чувствовать себя в теме. Ну, почему нет? Кто-то монетки собирает, кто-то в зал ходит. Но тогда давайте будем отдавать отчет себе в том, что, на самом деле, очень часто это превращается в некие группы здоровья. А может, даже не здоровье, наоборот, потому что люди могут там и травмы зарабатывать даже. Если они там ходят нерегулярно, не вовремя, неправильно разминку делают, ну, может, вообще печально все закончится. Но такая тусовка. Есть другая категория людей. Это люди, которые хотят получать результат. Все, что они делают, для них должно наполнено быть конечным смыслом таким, что все, что делается, все делается ради эффекта. Понимаете? Они напоминают бизнесмена, которые, ну, в большинстве своем, которые, в тех бизнесменах, которые не могут заниматься каким-либо делом, если оно не имеет нормального экономического эффекта. То есть, понимаете, можно ходить на работу или заниматься собственным каким-то бизнесом только ради того, чтобы приходить, садиться за стол, общаться с людьми и все, и работать в ноль. Или даже в убыток. Но зато быть в теме. Чувствовать себя приверженцем какой-то определенной темы, когорты людей. Опять же, к эгрегору быть причастным. Этих белых воротничков таких. То есть, чувствовать себя вот таким вот. И быть неэффективным совершенно. И есть ли от этого толк. Да, вот почему-то сравнение с таким неудачливым бизнесменом почему-то кажется более таким ярким примером. И абсолютно гибучим слов скажет. Да нет, это, конечно, фигня. Не, но если это для него не главное дело жизни, а хобби, ну тогда, конечно, да, безусловно, наверное, это можно. А другие скажут, даже найдутся такие, которые скажут, ну чего, если это хотя бы позволяет ему как-то сводить концы с концами, то тоже ничего. Но абсолютное большинство людей посчитает, что это неправильно, да. Это неэффективно и не нужно совершенно так все вести. Вот я, честно говоря, отношусь к этой категории людей. Для меня занятие любым делом должно иметь эффект. Эффект. Причем эффект должен формироваться в задачу, в цель. А цель, она достижима, она реальна, то есть она имеет временной критерий. То есть, понимаете, я не могу заниматься, достигая какую-то цель в боевых искусствах, если я не могу поставить себе реальную задачу по ее достижению. Если ставится задача там получить разряд, значит разряд. Если выиграть какие-то соревнования, то соревнования к определенному сроку, определенные соревнования там, да. Но это все фигня, потому что соревнования там и там разряд, это все дело десятое. И такие цели, они могут достигаться совершенно разными путями, поэтому для меня они не очень актуальны на самом деле. А вот задача по освоению какой-то новой техники, по освоению какой-то тактической схемы, по повышению уровня квалификации в какой-то определенной наработке или в какой-нибудь аспекте, предположим, в изучении новых ката или в изучении новых каких-то комбинаторик и реальном применении эффективным их в кумите. Вот такие задачи. Или, например, на увеличение силы, на удара, на крепление поверхностей ударных собственных до такой степени, чтобы разбивать совершенно безболезненно, предположим, три или четыре кирпича ударом кулака сейкен. Вот это реальные цели и реальные задачи. И, понимаете, мне совершенно не интересен процесс. То есть, мне не интересно заниматься процессом по набивке рук, если у меня не будет конечного эффекта. У меня подчинено эффекту. Это не значит то, что я собираюсь любым путем достичь конечного результата. Нет. Я собираюсь его достичь именно тем путем, который для меня, во-первых, нотэстетически и нотэтически приемлем. Во-вторых, который безвреден для здоровья, ну, еще и масса критерий других. Я отвлекаться на это, в общем-то, не собираюсь. Но эффект, понимаете? И эффект должен быть, ну, красивый, что называется. И путь его достижения тоже красивым должен быть, потому что целью может еще являться и красота пути. Но пути именно ограниченного во времени, потому что цель, она ведь ограничена во времени тоже. Вот. И, конечно, я понимаю, когда я пишу статьи какие-то по поводу критики ортодоксальных боевых систем, которые растягивают свой академизм обучения в десятилетия. И причем, и при том, при всем, абсолютно не большинство, скажем так, адептов не добиваются хоть сколько-нибудь значимых результатов. И поэтому говорят, что наши мастера и наши сенсеи, там, это патриархи недостижимы. Понимаете, это неинтересно. Ну, для меня, по крайней мере. И вот здесь вот я их-то понимаю. Они-то в тусовке хотят быть. Это все понятно. И, конечно, эту тусовку они пытаются подкрепить определенными вещами, такими как, предположим, ну, внутренние какие-то соревнования или внутренние какие-то совместные действия. Люди, когда делают что-то кучкой, вот, они больше проникаются над идеей. Потому что, убеждая других, и, убеждаясь на примере других, они развивают эгрегор, вот это вот, и единство вот это вот. И оно дальше подкрепляет их уже само. Они как бы раскатывают некий паровоз системы, в которой они работают. И он дальше уже катится сам и катит их. То есть они его растолкали, в него запрыгнули, и он катится дальше сам. Его надо немножечко подталкивать лишь иногда. И все нормально. Часто таким локомотивом выступает именно патриарх. И те, кто к нему ездят, они говорят, ой, мне бы съездить бы к нашему сенсею. Вот, не знаю, ничего нового не говорит никогда. В принципе, одно и тоже каждый раз. Но после этого каждый раз напитываешься прямо энергетикой, духом. Знаете, вы ездите паразитировать на самом деле. Ездите паразитировать, как энергетические вампиры. Ну, что это такое? Поехали, чтобы подчеркнуть энергии. Не в состоянии сгенерировать собственную. Знаете, опять же, поехали. Чтобы кто-то в сраку дал пинка. Это совсем не то. И вот эта вот когорта, вот таких вот адептов. Это я без злобы, без всякой, без ничего. Нет, я отлично понимаю. Я же говорю, что я понимаю тех людей, которые хотят в системе тусить. Они, в принципе, в некоторой степени являются демотиваторами для тех, кто хочет являться двигателем прогресса. Наверное, я сегодня ворочаю, да. Прогресса. Прогрессом очень двигателем являться. Да? Они реально тормозят. Почему? Потому что не являясь таковыми, а их на самом деле много, двигателем-то прогресса трудно быть. А держаться в системе достаточно легко. И друг друга поддерживать в системе достаточно легко. Семеро-зайцев, ну, слона пинают, да, что называется. Они являются таким институтом подавления талантов, новаторов, экспериментаторов. А как раз именно новаторы, экспериментаторы и такие таланты, они, понимаете, они не держатся системой. Не держатся. Вы посмотрите, кто развивал искусства боевые. Все те даже патриархи, которых сейчас мы видим как таковых, они когда-то откололись от общей школы в каком-то направлении. И создали свое. Все, что развивается и двигается дальше, все, что не закисает в наставлении, это все, как правило, новаторство. Я уж не говорю про такие новоделы, как Кёкушенка и Кудо. Реалистичные стили, да, которые, ну, реально, да, свою состоятельность, боевую, но это эффективность отлично доказывают, да. Боевое, самбо, опять же. Вот. Это бразильский джиу-джитсу. Вот. Я понимаю, зачем они это делают, ортодоксы и приверженцы традиционных школ. Я понимаю, зачем я это делаю. Все прекрасно понимаю. И, но для себя не принимаю, потому что мне важен эффект. Мне возразят, да, эти люди, которые находятся в каких-то федерациях, там, традиционных, нетрадиционных, спортивных и все, но, опять же, кучкуются по определенному, там, принципу, друг друга поддерживая. Вот, что у нас есть тоже цели. У нас мы проводим турниры, соревнования, пятьдесятые. Да, понимаете, но давайте рассмотрим цели. В чём находится, в чём задача такого турнира и человека, участвующего в этом турнире. Вы думаете, кто-то из участников турнира выходит показать феноменальную технику и занять какое-то двадцать пятое место? Что он предпочтёт? Быть самым лучшим технарём и не занять никакого места? Или всеми силами, как только возможно, занять первое место? Да, конечно, те, кто идут выступать на соревнованиях, они хотят места, они хотят медаль. И поэтому они используют максимально правила, которые существуют для того, чтобы получить эту медаль. А в итоге, следуя этим правилам, они настолько косно следуют этой системе, что дискредитация там, ну, искусство боевого вообще происходит колоссально. Одно хотя бы то понятие, что в като нужно прийти там чётко, там в Эмбузен, в ту же самую точку, это просто вообще абсолютный маразм. На пол стопы мимо пришёл и всё. Ты можешь сделать като просто великолепно вообще, насколько только можно. Просто фантастически. Где будет чувствоваться и силы, и напольность, там ки будут брызгать из-под ногтей. Прям всё. Но за это зарубят. Скажут, да понимаете, правила вот не соблюдены. Регламент. Я сам это проходил, и мы все это проходили, ребята, вы же сами знаете. Вот всё, что я говорю, все, кто сейчас в эфире прямом находится и занимается традиционным каратэ, ну, эти абсолютно понимаете, что я ничего не солгал, абсолютно правду всё говорю. Абсолютно. И что к сенсеям вы ездите за энергетической подпиткой, и что детей вы возите за медалями, и что сами, кто в соревнованиях участвуют, в принципе, интересная медаль. Может, неинтересна она только тем, кто уже занимается чёрти знает сколько, там на тренерской, сенсейской самодеятельности уже фиг знает сколько лет, и выходит на соревнования просто побудоражить, пощекотать себе нервы и дух. Они прекрасно дают себе отчёт, что они могут там ничего не занять. Вообще ничего. Их это на самом деле мало волнует. Ну, займут и хорошо, не займут и ладно. Вопрос в том, чтобы, ну, это называется, тряхнуть со стариной. Но молодые это все. Они только за медалями идут. И в кумите тоже самое присутствует. Понимаете, это как спортивный бокс. Если нету цели нокаутировать противника и стать нокаутёром, то вам вполне достаточно набирать очки. И вы уже другими способами достигаете цель. Абсолютно другими. Какими только... То же самое и футбол. Вы посмотрите футбол, да? Если там можно достигать каких-то целей некорректными способами, например, изобразить, что ты получил какую-то травму из-за того, что тебя кто-то просто кончиком пальца задел, то они это все делаются. Понимаете? Потому что там результат соревновательный. И получается, что соревнования и вот все вот эти вот вещи, они просто абсолютно, абсолютно губят всю харизму боевых искусств. Я не говорю о том, что соревнования не нужны. Вопрос только в том, в какой степени отдавать этому делу приоритет. Вот. Намешал я, конечно, в этом сегодня подкасте много всего. Очень много. Но я резюмирую самый важный момент. Да? В тему того выступа... В тему подкаста, который я сегодня записываю. А называется-то он как, да? О целях и пути. В общем, что важнее, да? Так вот, я хочу сказать, что путь очень важен тогда, следование по пути, когда у вас есть конкретные цели. Вот если вам важен результат, то вы выстраиваете программу до достижения результата. И уже привязываете эту программу, чтобы не отступить от морально-этических определенных ценностей, от определенных вещей, которые было бы неправильно переступить. Потому что тогда вообще теряется и харизма, и дух, да, боевых искусств. Но важен результат. А сейчас очень сильно подменяется это все дело. Результат ставится конечный. Конечная цель совсем не та. И поэтому следование по пути идет не по тому совершенно пути развития, да, боевых искусств, как это должно быть на самом деле. Вот об этом стоит очень серьезно задуматься. И только тогда, когда мастера боевых искусств для своих учеников и для себя будут ставить настоящие реальные цели, а не рост федерации, организации, сохранение сакральности своего стиля, если это традиционные направления и так далее, то вот эти цели, они способны загубить в корне, подавить вообще все развитие и задавить боевое искусство как таковое, что мы и видим. Либо это к оспортивливанию ведет, либо к умиранию. И только тогда, когда будут цели поставлены правильные, конкретные, достижимые, только тогда мастер будет развиваться и развивать тех, кто находится рядом с ним. Ну, я еще на эту тему на самом деле много буду говорить, мне есть много что сказать и в рамках одной поездки, потому что я уже на место приехал, у меня не получается вот успеть эту тему развить. А вам трудно смотреть длинные видео, поэтому я разобью их на массу коротких. Удачи, друзья, до встречи. Да, зачем я это делаю, да, каждый раз после подкаста. Я мочу палец, чтобы выключить в перчатке телефон. Потому что слюна проводник, да, и тогда все получается.